Давид Кибучава с 1988 года проживает в доме по адресу Ардзенба, 34. В этом здании по соседству с МВД также располагается магазин, юридическая фирма и жилые помещения. Но так как пострадала квартира Давида после урагана в июле 2021 года, не пострадал никто из них. Дело в том, что его квартира единственная на втором этаже этого дома. Здесь были проблемы с кровлей и трещины в стенах и до стихийного бедствия. А после стало совсем плохо. Была проблема такая, что на фасаде с трех сторон были трещины. Примерно в июне месяце я обратился с заявлением в администрацию по факту того, что дом нуждается в реконструкции. Заявление было принято, но, к сожалению, 4-го числа июля уже произошло стихийное бедствие. Стена обрушилась, часть крыши обрушилась, постоянно заливает. Это всю зиму практически вот у нас вот какое состояние. Всю зиму нас затапливало и по сей день затапливало. Не то, что затапливало, а по сей день затапливало. Я своими силами перекрыл это. Никто не удосужился приехать, даже что-то сделать. Баннер мы привезли сами, все сами сделали, своими силами, без вышки, без ничего. У Давида Ткибучава жена и двое детей. Два года назад они сделали ремонт, а последние 9 месяцев спят в сырости и дышат плесенью. От дождей регулярно страдают три спальные комнаты. Баннер практически не спасает. Давид знает, что после урагана к нему приезжали специалисты, оценивали ущерб и составляли дефектный акт. Но его самого тогда не было дома, и судьба этих документов или даже сметная стоимость необходимых работ ему неизвестна. Приходила какая-то комиссия, делали какие-то акты, но я не имею представления вообще, о чем идет речь по факту. Потому что самих актов я не видел. Заявления были написаны в домоуправлении, в администрацию города и в городское собрание. Еще обращался к премьер-министру напрямую, тоже принял хорошо, но по факту на тот момент, где-то через месяц, на тот момент денежных средств не было никаких для выделения по данному факту. На сегодняшний день, как бы, вот уже пошло почти уже более полугода, около семи месяцев, никакого реагирования, ничего. Хотелось бы вообще узнать, что происходит, будут ли восстанавливать этот дом, или он признается аварийным. Астамур Пипи, директор столичного горстройпроекта, в телефонном разговоре объясняет, что после урагана сотрудниками администрации по итогам ущерба была составлена проектно-сметная документация для 123 частных домовладений на сумму более 43 миллионов и на 61 многоэтажный дом на сумму 37 миллионов рублей. Приоритет был отдан многоквартирным домам. На всех объектах за счет средств администрации Сухума отремонтировали или полностью заменили крыши. На частные дома денег уже не хватило, и список пострадавших для поиска источников финансирования передали в кабинет министров. Давид Кибучава, как и остальные 122 частных домовладения, обещанную помощь до сих пор не получили. Астамур Пипи подтвердил, что 26 июля по адресу Ардзенба, 34, был составлен дефектный акт. Спустя два дня он прошел экспертизу и вместе с заявлением был направлен в кабинет министров. По квадратуре 102 квадратных метра кровли, которую нужно заменить полностью. И стропильную часть, обрешетку с покрытием. И стена, которая обвалилась. Возвести стену и привести ее в надлежащий облик. Сумма 505 969 рублей. Это на момент составления сметы, то есть на июль месяц, на конец июля. В данное время ее надо будет перенаправлять на экспертизу, пересчитывать и перенаправлять на экспертизу, так как сумма возрастет однозначно с июля месяца до сегодняшнего дня. Все мы прекрасно знаем, что на строительные материалы сумма возросла. Вот уже 8 месяцев Кристина Кварчия с семьей вынуждена жить у родственников. 26 июля 2021 года три реки в Сухуме вышли из берегов. Больше всего пострадали живущие у реки Басла в районе улицы Чанба. Кристина Кварчия прожила в этом районе в доме мужа последние 19 лет. И за это время наводнения случались более 10 раз. Но каждый раз либо последствия были не такими существенными и люди справлялись сами, либо государство оказывало помощь и выплачивали компенсации. Такого, как сейчас, не было никогда, чтобы вода поднялась в дом на 2 метра и никто не помог его восстановить. Это был такой сумасшедший поток, что железную дверь просто она скрутила, выбила. И как вот фильм «Титаник», если вы смотрели, вот когда вот вода идет, и ты просто кричишь, орешь, ты не понимаешь, что происходит вообще в жизни. Вот такой сильный поток шел. И я просто успела спастись со своими детьми, подняться на второй этаж. Это был какой-то ад. То есть это вот поднялось вот на уровне вот плеч вода, что я даже думала, что если вдруг мы не успеем побежать там на второй этаж, ну просто задохнемся. Это был помимо того, что это ущерб какой-то, это какой-то сумасшедший страх был. У Кристины, как и у всех ее соседей, испортилась вся бытовая техника. Нижнюю часть кухонного гарнитура выбросили, так же, как обеденный стол со стульями. Наполнители в диванах испортились из-за ила и не подлежат восстановлению. Даже телевизор, висевший на стене, утонул. Тяжелее всего исправлять электрическую проводку и отбивать отсыревшую штукатурку. Жить в таком доме с детьми просто невозможно. Сказать, что государство совсем ничем не помогло, Кристина тоже не может. В день наводнения и после здесь бесплатно работали сотрудники МЧС. Но этой помощи недостаточно. Да, естественно, когда такое случается ужас, приезжает в первую очередь МЧС, который помогает всевозможно выбраться с дома в этот момент. Потому что выбраться невозможно с дому. Вот они помогают. Потом, когда вода отходит, ты ничего больше не сделаешь. Когда вода сама уже отходит, они помогают насосами промывать весь вот такой вот огромный ил, который и в доме, и во дворе. Но это что-то невозможно. Вот этим они там дворы мы моем. Естественно, внутри дома это уже только мы убираемся, никакой помощи нет. Вот все, что делает МЧС. Да, приходят с домоуправления, приезжал мэр города, депутаты. Все они сочувствуют, естественно. Как такому можно не сочувствовать? Это правда ужас. И ну вот сочувствием, сочувствием. Дальше мы ничего не видим. Семья Кристины потеряла не только основное место жительства, но и источник дополнительного заработка. Рядом с большим домом есть еще один. Его Кристина сдавала туристам. Напротив была летняя кухня. На полу высохший и потрескавшийся слой ила. А был свежий ремонт. Ну, сюда уж дойти даже настроения нет, чтобы тут убирать. Вообще ничего не хочется. Это дверь, которая выбила наша вода. Вот она вот. Ну вот надо как-то привозить машину, людей, чтобы это все выбросить. Это надо организовывать. Пока выбросили сюда. Здесь так же, как и после урагана, побывали сотрудники домоуправления. Составили дефектные акты. Сумму компенсации никто не знает. В списке писали только перечень потерь. А как их потом оценивали, никто не в курсе. Максимум, что мы звоним в президентская администрация, мы узнаем там. Но нас потом посылают всевозможные там отделы. Вот запоминать эти отделы тоже как-то я не могу. Мне как-то, знаете, безразлично, кто этим... Ну, в смысле, как безразлично? Мне как-то... Я доверяю моему государству. Не первый раз, когда они говорят, мы какой-то акт составим, мы вам поможем, который было в свое время, не только последнее наводнение. Были такие какие-то моменты, и нам была выдана компенсация. Да, конечно, не в том, не в той, что мы теряем, но внимание в любом случае было уделено. И мы никогда не ходили по пятам и не спрашивали, в каком именно отделе нам это выдают. Нам сказали, вот сейчас, вот буквально дней пять назад я позвонила в администрацию президента, мне направили, дали номер телефона в другой отдел, где больше знают нашу проблему. И в этом отделе мне сказали, да, все документы уже подготовлены, все одобрения, неодобрения, все есть, сумма выделена, выделена, в смысле сумма обозначена, но в стране нет денег, и пока ждите. Ну, мы ждем, прошло восемь месяцев. Восемь месяцев я не могу жить в своем доме, потому что я рассчитываю на эту компенсацию, чтобы я что-то хотя бы смогла сделать, чтобы я смогла вернуться со своими детьми сюда. Вместе с соседями идем в домовладение, стоящее прямо у реки. Здесь живет семья Кархалава. Хозяин Роман показывает, какой был уровень воды. Забор снесло потоком. Через дом от него в семье Чулокуа река вынесла из дома диваны два кресла. Роман Кархалава восстанавливал дом и двор сам. Залил одну часть бетоном, другую также подготовил для заливки и установки ворот. Потратил около 500 тысяч рублей, а сейчас переживает, что не успеет к следующему паводку закончить работы. Гораздо больше, чем о компенсациях, жители улицы Щеглова переживают за очистку реки Басла, которая так и не была проведена в должном объеме. Мне даже говорить не надо. Вы посмотрите сами, почищена ли речка или нет. Вот это вот остров, который образовался, когда идет много воды, заносит сюда вот эти камни, балки. Вместе с этой водой идет все, что угодно. И образуется вот такой остров. Здесь растут деревья. Сейчас подождете месяц, увидите, как эти деревья поднимутся, и будет тут целый лес. Дальше пройдете, там вообще вот такое русло. И каким образом, кто посчитал, что у нас почистили речку? Какая-то информация дошла до нас, что посчитали, что почистили речку. Это где Белый мост. Буквально, наверное, метров 20-30. Да, там видно, что какие-то там побросаны по бокам какие-то земля, камни. Ну и все, на этом все. Но топить нас здесь, а не на Белом мосту. Директор горстройпроекта Астамур Пипия подтверждает, реку Басла в районе Белого моста чистили в декабре, опасаясь паводков. Работы провели за счет бюджета города, и они, конечно, недостаточны. По остальным необходимым работам составили сметы и направили в Кабмин. Сумма набирается немаленькая. На укрепление правого берега реки Басла в районе Белого моста по улице Чанба, 23, городу Сухум. Сметная стоимость 44 миллиона 461 тысяч. На укрепление левого берега реки Басла на территории МЧС по улице Анчабадзе, 23, 25 миллионов 562 тысяч. На расчистку и расширение реки Басла от Красного моста до 13-й школы 14 миллионов 556 тысяч. На берегу укрепительной работы по реке Басла район кафе Басла 15 миллионов 648 тысяч. По словам вице-премьера Владимира Делба, комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабинете министров оценила ущерб по всей республике на сумму более 280 миллионов рублей, из них на компенсации людям 110. Учитывая, что обеспечить выплаты собственными средствами нет возможности, руководство республики обратилось к российской стороне об оказании дополнительной финансовой помощи. В настоящее время этот вопрос прорабатывается. Одновременно министерством финансов Абхазии ведется работа по мобилизации доходов бюджета для финансирования приоритетных расходов, среди которых и компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий. Все эти обязательства являются государственными и пострадавшие обязательно получат помощь, уверен Владимир Делба.